Друзья, всем привет! Давненько я не записал видео, но это по объективным причинам. Осень – это пора авральных работ, так что надо было заниматься с огородом, с хозяйством, очень много времени на все это уходило, ну а позже я просто потерял камеру, так что записывать было просто не на что. Так что вот сейчас попробуем вот в таком варианте записать, как получится, не знаю, посмотрим. Итак, о чем бы сегодня хотел вам рассказать. У нас на дворе конец ноября, это значит, что мы год как живем в деревне. Что у нас за этот год произошло, к чему мы пришли, чего добились, поделюсь с вами в этом видео. Итак, поехали. Самое главное приобретение наше – это вода, которая не давала нам покою все это лето. Водоснабжающая организация не давала достаточного количества воды в этом году, соответственно, мы остались без урожая. Много что у нас не выросло, но к концу лета у нас эта проблема решилась, благополучно нашли компанию, которая пробурила нам скважину. Скважина бурилась с достаточно большими проблемами, я об этом рассказывал в одном из предыдущих видео. Завел воду в дом, сделал я это с использованием обогревающего кабеля, так как не было возможности заводить воду через фундамент. Так что вода есть, на улице у нас по ночам до минус десяти, вода не перемерзает, значит, то, чего я хотел добиться, у меня это получилось. Так, следующее, чем я занимался в этом году, это я огородился от улицы. Между соседями у нас до сих пор еще пока такой достаточно условный забор, вот, а с улицы я сделал забор из профнастила. Сразу его не получилось сделать, не хватило времени и финансов на это дело, так что делал два захода, но все-таки я его сделал. Осталось, самая малость, сделать ворота для того, чтобы трактор мог заезжать во двор. Сделать пока я этого не могу, так как надо красить ворота, а на улице минус, краска просто не наносится по металлу. Так, следующее, значит, разобрались, и мы, наконец-то, с сорняками на огороде. Что было, мы перепахали, что не было, там, корни убрали. Огород у нас выглядит сейчас вот. Поле такое вот чистое, на котором пока нет травинки. Посмотрим, чего мы добились, но это покажет только весна, начало лета. Насколько мы убрали все эти сорняки. Ну, на данный момент мне все нравится. Все хорошо, все красиво. Так, чем я еще занимался в этом году? Сделал вот такую вот отмостку, для чего? Весною у нас отекала летнюю кухню, вода, точнее, здесь была достаточно мокрая. Вот, и стены на летней кухне, они мокли. Вот этой отмосткой, я надеюсь, добился того, что влага больше не будет туда попадать. Так, ну, плюс ко всему, на эту же летнюю кухню был сделан ремонт. Чего я его делал? У меня многие знакомые просятся в гости приехать. Так, у нас тут шикарная рыбалка, шикарные места для охоты. Вот, ну, и для того, чтобы не стеснять нас, вот, было куда разместить, я сделал, ну, мы с женой делали ремонт на летней кухне. Довольно-таки симпатично все получилось. Гламурненько все в розовых тонах, в коричневых тонах. В общем, получил все хорошо. В доме ремонт я сделал только частично, это на первом этаже я сделал, значит, кухню отремонтировал, купили мы туда мебель, купили мы туда холодильники, морозильную камеру, для того, чтобы можно было все наличествующее у нас, как-то сказать, запасы прибрать. Вот, потом сделал ремонт я в прихожей, сделал частично ремонт на втором этаже, в одной комнате. Опять же, не хватило финансового для того, чтобы постелить линолеум наполам. Вот, а так стены, потолки, все это сделано. Вот, итак, следующее, что у нас, это мы все-таки потихонечку обживаемся, обзаводимся жирностью, обзаводимся хозяйством. Все это у нас развивается. Вот, значит, на данный момент у нас имеется куры. Тоже проблема была с курами в этом году, я не знаю, точнее не в этом году, вот у нас первый год, проблемы со здоровьем у наших питомцев. Куры переполели, какие-то куры, причем старые, которые у нас внеслись, подохли. Их у нас там осталось из старых, по-моему, 4, то ли 4, то ли 5 штук. 4, по-моему. Вот. Благо, что у нас весной мы вывели цыплят, которые к данному моменту уже подросли. Вот они бегают, цыплятки, уже взрослые практически. Какие-то уже начинают нестись, то есть мы начали, наконец-то, опять по-новой получать яйца. Ну и плюс ко всему прочему, это все-таки тоже мясо. Потому что у нас 7 петухов, столько нам не надо. И на зиму мы будем оставлять порядка 10, наверное, 11 кур. Остальных будем убирать, у нас их сейчас около 30. Также у нас имеются в наличии утки от остатки. Это вон там мускусная одна, тоже молодая утка. И там башкирки, белые утки, которых мы уже убираем. Они подросли, свой вес набрали. Так что их ждет участь тушенки. Тушенки и холодильника. Также в этом году мы впервые получили поросят. Вьетнамские слабрюхи. Вот они у нас сейчас гуляют на свободном выгуле. Им, сколько сейчас получается им? Три с половиной месяца, по-моему. Но через пару месяцев начнем их тоже потихонечку убирать. Так как корма все-таки довольно-таки ограничена у нас. Так как нет возможности, опять же, пока на данный момент, нет возможности хранить в больших объемах корм. То есть зерно закупать, хранить его. Зерно мы храним, где-то у нас выходит две с половиной тонны. Там две семьсот, две восемьсот. Как я тоже показывал. Вот такие закрома родины забитые. Вот здесь вот получается две, ну около трех тонн, наверное. Частично отходы, частично чистое зерно, которое мы покупали буквально прямо на днях. Так как уже наше старое зерно заканчивалось, надо было придумать, чем кормить наше хозяйство. Так, ну что еще? Ну и потихонечку, потихонечку мы как бы приходим к тому, что начинаем понимать, что нам надо, что не надо, к чему нам стремиться, что планировать. Итак, по поводу того, что я в этом году не успел из запланированного. Из запланированного я не успел фундаменты сделать. Хотел сделать фундамент под гараж а-ля баню. Вот, и под свинарник. Все упирается опять в финансы. Не хватает пока именно денежных выливаний. Потому что очень много приходится докупать, закупать. Не всегда получается это дело все рассчитать. Ну да ничего. Не первый год. Точнее, не последний год. Древний. Надеюсь, и все же будет, и все же будет, и все будет. Точно разберемся. По поводу планов. Ну, планы, как всегда, грандиозные. Что из этого у нас реализуется, либо нет. Пока сказать трудно. Но мы стремимся к тому, чтобы по максимуму справиться с этим. Ну, на этом, наверное, пока я закончу. Вот. Ну, а следующее видео, я как обещал, там, наверное, расскажу по поводу разведения уток, которые у нас есть. опытом, мы этим опытом уже готовы поделиться. Для того, чтобы вы смогли определиться, какие вам интересны утки в плане содержания в домашних условиях. Все, на этом я заканчиваю. До встречи на канале. Пока.